Сегодня, 28 апреля 2012 года, мы провели общее собрание общественности кунгутских джаматов трех сел Тарки, Кихуна и Альберкен. С нами вместе проявили солидарность общественности других населенных пунктов всех районов, а также братских народов нашего Дагестана. Сегодня общественность здесь впервые, наверное, может быть, почувствовала плечо друг друга, как брат брата, как братья, сестры, матеря наши. Мы вместе вышли, и мы показали всему обществу, что мы не намерены смириться с тем, что нас, как древний этнос народа, проживающего в Дагестане, что мы есть, что мы как-то отстаиваем права свои на свои исторические этнические земли, и мы не собираемся отступать ни перед какими нападками, и ни перед чем не собираемся уступать наши права на свои этнические земли, которые сегодня защищены законодательными кодексами Российской Федерации и Республики Дагестан. Эта земля исторически принадлежала общественности торги колхоза имени Первого Мая. Имеются госакты у нашего народа в руках, которые государственно обязаны признать и принять во внимание. Также они должны закрепить за нами эти земли и полностью передать местное самоуправление. Намерение сегодня здесь чисто обеспечение молодежи жильем. Мы сегодня, как общественность, обделены всех юридических и законных прав предоставлению нашей молодежи их земельных участков для развития их семей. Сегодня какая-то уверенность селилась в народ, что если объединимся мы вместе, то без никакой войны, без никакого национального вопроса все это можно решить тихо, молча, за столом. Поэтому хотим обратиться ко всем, кто нас видит, слышит, что не стоит нам в многонациональной республике Дагестан разжигать национальные вопросы. Это тема руководителей, министров, которые боятся за свои должности и баламутия здесь на национальном вопросе народа Дагестана. Каждый воплощает в жизнь свои непристойные, грязные, противозаконные дела. Одним словом, нас вместе всех, поднимая национальный вопрос, сами расхищают национальное имущество всего народа, не то что нашего. Такие же проблемы есть во всех районах, регионах республики Дагестан и на Северном Кавказе. Поэтому мы хотим обратиться ко всем братским народам, чтобы поддержали нас, поддержали бы как общественность. И так как мы являемся мусульманами все, алихамдилля, то первая ценная вещь – это духовно-нравственные отношения между нашими народами. Каждый из нас должен конкретно понять, что мы первым делом мусульмане, а потом мы должны уже придерживаться международных, государственных и других прав. Вот так вот мы сегодня провели 28 апреля. Это историческая дата тоже. В 1605 году, 28 апреля, на этих землях Караман, сын Чупана Тарковского, Шамхала, Султан Махмуд Тарковский, объединив все народы Северного Кавказа. Вот в этом месте как раз таки дал первый бой с войском Ивана Грозного. Тогда тоже решалась судьба быть таркинскому наибству, или же он перестанет существовать. Но тогда, по воле Всевышнего, наш народ отстоял свою независимость, отстоял свой государственный строй. Сегодня тоже решается опять таки судьба этого исторического народа, таркинского общественности. Здесь вопрос стоит, в дальнейшем быть нашим обществом, юридическим лицом, самостоятельным, и заниматься самоуправлением на своих индийских землях. Сегодня народ это почувствовал, поверил в свои силы, и мы думаем, иншаллах, мы в любом случае постараемся восстановить справедливость по отношению к нашему народу, по отношению к истории нашего народа, потому что Шамхайство Тарковское – это древнее государство. Америки не было, Российской империи не было, очень много государств, которых не было сформировано, когда существовало Шамхайство Тарковское. Поэтому мы, потомки этого народа, просто-напросто, морально не имеем права забывать это, и мы должны всеми возможными гражданскими формами оставить наше право на самоуправление и на самоопределение, на свои исторические и этнические земли. Чужого нам не надо, чужого мы вернем, если мы у кого забрали. Но кто забрали у нашего народа, просим подумать, имеете ли вы от этого пользу, или же ваш народ от этого страдает. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...